Когда мы говорили вчера с вами о миссии церкви, мы говорили, что она вытекает из тринитарных отношений. Отец послал сына, отец и сын Духа Святого, отец, сын, Святой Дух посылает церковь. Это то, что касается тебя и меня. Мы также говорили, что великое поручение, оно не начинается со слов «идите», оно начинается со слов «Христа дана мне всякая власть на небе и на земле». Когда мы занимаемся миссией, мы прежде всего утверждаем господство Христа. Он царствует, Он имеет владычество, и через наши мудрые деяния Он это делает эффективно. Мы также говорили, что миссия – это не дело человека, это не дело церкви, это дело Бога. А мы включаемся в то, что Он уже делает. Он делал, Он делает, и Он будет продолжать совершать вот это дело. Мы также говорили о причинах современного миссионального кризиса, и также пытались определять понятия. Мы говорили, что евангелизация и миссия – это не одно и то же, евангелизация – это часть миссии. Мы также с вами говорили, что чем дольше существует церковь, тем меньше она помнит, зачем она возникла и больше сфокусирована на самосохранении. И еще некоторые категории мы с вами просмотрели. Сегодня я хотел бы, чтобы мы начали с такой темы, которая называется «Миссиональный взгляд на Писание». Как мы смотрим на Писание. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вооружились Библией. Я знаю, что Библией сейчас, как вчера мы говорили, в правой руке мы держим айфон с открытой Библией, в левой руке айфон с открытой газетой или открытыми новостями, и думаем, как вечные принципы Писания перенести на изменчивость жизни. Итак, «Миссиональный взгляд на Писание». Когда мы говорим о Писании, мы не должны думать, что миссию Писания надо ограничить поиском миссиональных текстов. Потому что Библия, она имеет миссионерскую природу, чтобы не вышло, как в той французской поговорке, «За деревьями не видно леса». Искали миссионерские тексты Писания, не могли найти. Сама природа Писания, она миссионерская. Библия – это миссионерская книга по дизайну, по содержанию, и, по большому счету, ключевая тема Библии – это искупительная Божья миссия к человеку, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И когда мы смотрим на Ветхий и Новый Завет, мы понимаем, что весь канон говорит о бескупительной миссии. Эта миссия охватывает всю историю, весь мир. То есть миссия – это больше, чем одна из тем в Писании. Это мета-тема, которая создает и соединяет другие темы истории. Когда я говорю мета-тема, я имею в виду общая тема. Главная тема Ветхого Завета – это тема Завета. Главная тема Нового Завета – это тема Царства Божьего. И вот Завет и Царство Божье – две категории, которые между собой коррелируются. Ветхий Завет – главная его тема в этом смысле – миссия грядет. Вот. Нас в Ветхом Завете интересуют вот эти миссианские тексты. В Новом Завете главная тема – миссия пришел и вновь грядет. И Августин Аврелий в V веке напишет – «Новый в Ветхом был сокрыт, Ветхий в Новом был раскрыт». Давайте мы немножко извилинами поработаем здесь. «Новый в Ветхом был сокрыт». Почему мы Исаия называем евангелистом? Потому что он за 730 лет предвидел события, которые будут в Новом Завете. Новый в Ветхом был сокрыт, а Ветхий в Новом раскрывается. В частности, в «Деяниях апостолов» используется 25 текстов Ветхого Завета. И оно раскрывается. Например, Иоиль говорит, что наступает Божий день, великий и страшный, а Петр говорит тот же текст, что наступает день, великий и славный. И мы понимаем, что если Иоиль пророчествовал за 800 лет до Пятидесятницы, то Петр, он цитирует это в контексте его исполнения. И он видит больше, чем даже видел Иоиль 800 лет перед этим. Ветхий в Новом раскрывается. Есть потрясающий пятитомник, называется «Ветхий в Новом Завете», который показывает, как каждый ветхозаветний текст цитируется в Новом Завете. И почему не всегда корректно с точки зрения Ветхого Завета. Потому что Ветхий в Новом раскрывается. Когда мы начинаем говорить о миссии в Ветхом Завете, мы понимаем, что в Ветхом Завете нет призывов преодолевать границы. В Ветхом Завете нет призывов распространять имя Яхве по всему лицу земли, но это не означает, что Ветхий Завет не имеет миссионального стержня. Вы знаете, что Библия начинается даже не с творения, Библия начинается с Творца. Давайте вспомним, какое первое подлежащее в Библии на украинском языке, який перший пидмет в Библии. Вот мы читаем Библию, начинается с... Какое первое подлежащее? Подлежащее, это сказуемое сотворил, а подлежащее... Мне один недавно говорит, говорит, я со школы запомнил две вещи. Первый, днездие сломало, пишется окремо, а другой, вассал могу вассал, а на мей вассал. Ну вот хорошо, хоть две вещи осталось. Как это на английском, подлежащее? Главный член предложения. Какое первое подлежащее в Библии? Ну посмотрите на первый стих Библии. Это не подлежащее. Бог. Очень важно в начале. Бог сотворил небо и землю. Главный член предложения. Бог. Это подлежащее. Что он сделал? Сотворил. Сказуемое. И вот обратите внимание на эту миссиональную мысль. Библия не начинается с творения. Библия начинается с Творца. Почему это важно? Потому что язычники, они обожествили творение. Они, написано, поклонялись твари вместо Творца. А первое подлежащее, которое есть в Библии, это Бог. Это говорит о том, что Бог главный герой истории. Что Бог творит. Что все начинается с Творца, который творит. И вот в богословии и творении мы видим Бога, который создал все. Который создал человека. Он не только создал евреев. Бог создал все народы. Бог создал весь мир. Поэтому теология начинается с богословия творения и с богословия Творца. Первые 11 глав бытия включают весь мир. Они не исключают никого. И когда мы читаем вот эти главы, мы видим, как Бог трудится над устройством всего мира. И потом приходит 11 глава. Очень интересная глава, которая описывает Вавилонскую башню. Вы помните, что после грехопадения, а по большому счету в Библии три больших темы. Тема творения, тема грехопадения и тема восстановления. И вот после грехопадения, когда у них стали мысли не те, и они сказали, сделаем себе имя и построим себе башню. И вы помните, у них технология поменялась. Стали ли у них кирпичи вместо камней и земляная смола вместо извести. Вот кирпичи вместо камней. Из кирпича строить намного быстрее и легче, но не так прочно и не так красиво, как из камня. И вы знаете, что в Новом Завете Библия нас называет не живыми кирпичами, а называет нас живыми камнями. Это большая разница. Потому что что значит строить из кирпича церковь? Это сделать всех одинаковыми. Советский Союз хотел построить такую систему. Все одинаковые. А живые камни – это учитывать творческие способности Духа, вложенные в каждого человека Богом для того, чтобы созидалось его тело. Но у них стали кирпичи вместо камней и земляная смола вместо извести. И вы помните, Бог сказал, что они не отстанут от того, что делают. Но Он решил с неба бульдозера не посылать. По-нашему Он просто вот так взял этот, мизинцем пошевелил. Можете представить эту ситуацию? Например, во вторник вечером строители простились и пошли с объекта. Говорят на одном языке, а потом выходят утром, и один говорит «Доброго ранку», а другой говорит «Гутен Морген». И этот на этого смотрит, говорит «Вася, ты не притворяйся. Мы с тобой только вчера размовляли нашу мовую». Это дальше продолжает. И что получилось? Когда на стройке коммуникация нарушилась, особенно на высотной стройке, очень важна коммуникация. Вавилонская башня превратилась в недострой или в долгострой. Даже не в долгострой, а в недострой. Как мы вчера говорили, напрасно. Они рано вставали, поздно просиживали, ели хлеб печали. И Господь просто вот так пальцем пошевелил. И тут, конечно, вопрос здесь теологический. Языковое разнообразие – это благословение или проклятие? Изначально это вопрос наказания Бога, когда люди перестали друг друга понимать. Но в дальнейшем мы говорим, что язык стал формироваться, и Бог помог с формированием смысла в языке. И к этому мы еще придем. И так они все рассеялись по всему лицу земли. Их проект не увенчивался, несмотря на то, что у них была новая технология, был человеческий ресурс. Состоялись слова Соломона, который написал, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Строители Вавилонской башни напрасно трудились. И дальше, друзья, мы видим, как вступает в Библию миссиональный Божий принцип. «Избрать одного, чтобы через него благословить другого». Божье избрание никогда не было связано с идеей подчеркнуть чью-то значимость. Вознести какого-то человека, чтобы он возгорделся. Бог, если кого-то избирает, хочет через него благословить других. И мы в 12 главе видим, как избирается Авраам. Авраам избирается не просто для того, чтобы самому выйти из ура. Он должен стать благословением для всех народов. И вы знаете, что когда Авраам выходит из этого места транзитом через Харан, он приходит, и давайте на секундочку подумаем об этом. Месопотамия – это земля, где очень все зеленое. Там две реки, Тигр и Ефрат. Прекрасная зона для земледелия. Ур Халдейский находился в этой зоне. Приходит Авраам, уже немолодой человек, 75 лет. Начинается 100 лет приключений его с Богом. И он смотрит на вот эту зону. А эта зона такая вся пустынная, желтая. И мы видим, как Авраам пытается спуститься ниже. Как вы говорите, нижние штаты Америки. Авраам опускается туда, в эти нижние штаты, в Египет. Господь не благоволил ему там быть. И потом случились проблемы. Две страницы жизни Авраама, египетские, заканчиваются плохо. В случае с общением с фараоном, вы помните, когда фараон влюбился в его жену. И как Авраам там себя вел. А второе, когда уже Бог пообещал сына, а сына все еще не было. И жена дает наложницу, ее звали Агарь. И кто она была по своему происхождению этническому? Она тоже была египтянка. И вот египетский путь – это попытка сбить Авраама с миссии. И потом Авраам 25 лет ожидает совершения своего обетования. И что-то начинает происходить. В Бытие 21.12 приходит Господь и говорит, «Бери Измаила, а спускай его, потому что в Исааке наречется тебе семя». Потом в Бытие 22.1 приходит тот же самый Бог и говорит, «А теперь бери Исаака, возлюбленного твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне в жертву на одной из гор, которую я укажу тебе». Друзья, у нас большая привилегия. Мы Писание читаем через призму его исполнения. Мы знаем, как оно закончится. Мы знаем все эти истории. Поэтому у нас вот этого напряжения, как я говорю, драйва нет. А как понять Бога, который в 21.12 сказал, «Отпуская Измаила»? И по большому счету 21-22 глава – это главы об отпускании детей. В первой главе там отпускается Измаил с утра, и они несут средства для жизни, мех и воду. Во втором случае отпускается Исаак с утра, и они несут средства для смерти. Нож, огонь, дрова. И когда происходят вот эти события, как понять Бога? Я отпустил Измаила. Ты мне говорил, что обетование о земле, обетование о народе, обетование о будущем – все это сопряжено с наследниками. Теперь я должен этого наследника отпустить? Братья и сестры, мы обычно удивляемся вере Авраама в ожидании сына на протяжении 25 лет. Но больше мы должны удивляться другому. И здесь я хотел бы попытаться быть максимально понятен для нас. Дело в том, что Авраам выходит из Ура. Ура – это языческая территория. Принцип любого язычества следующий – ты мне, я тебе. В Украине это выражено следующим стишком знаменитым – «Иды, еды, дощику, зварю, тоби, борщику». Отношения в языческом мире с божеством – это всегда прагматические отношения целесообразности. И теперь Авраам, который вышел из Ура, его мышление должно поменяться, потому что отношения с Яхвой, отношения с Богом, они не могут строиться на принципе – ты мне, я тебе. Это что-то намного глубже. Авраам не просто дождался сына. В условиях, когда Бог потребовал этого сына себе, при этом Измаил уже был отпущен. Авраам был готов отпустить этого сына. И хотя автор послания к евреям говорит о его глубочайшей вере, Авраам первым в истории продемонстрировал отношения с Богом, основанные не на его потребностях, а основанные на Божьих атрибутах. Очень просто, друзья. Большинство из нас пришли к Богу не от хорошей жизни. Мы очень редко слышим в церкви свидетельства. У меня в жизни было все хорошо, муж меня любил, я вообще не болела, у меня были подружки такие, которые меня уважали, работа процветала, детки были послушные, и мы однажды возле камина сели с мужем и подумали, чего нам в жизни не хватает. И пришли к мнению, что нам не хватает Господа Иисуса Христа. Вы часто слышите такие свидетельства? Это очень редкостные события. Обычно люди приходят к Богу не от хорошей жизни. Им надо какая-то компенсация определенных вопросов. Какий-то дискомфорт, болячка, неуважение, дети, наркоманы, масса других нюансов. И человек требует ответа на свои нужды, и он ищет Бога, он понимает, что человек его не может удовлетворить в его нуждах. Но в нашем христианстве, если мы строим отношения с Богом, основанные только на наших потребностях, то это очень неглубокое христианство. И как раз Авраам нам это показывает. Он говорит о том, что я Богу служу не потому, что я что-то, в чем-то нуждаюсь. Я Богу служу, потому что Он Бог. И даже если мне надо отдать своего единственного сына, я это сделаю, потому что я Ему полностью доверяю. Это абсолютно другой уровень отношений с Богом. Это не просто жить по милости Божьей, это жить по воле Божьей. Это не просто смотреть на Бога через призму своих потребностей, а Его, как мы вчера говорили, инструментализировать. То есть использовать как средство для удовлетворения моих нужд. Это понимать, что Он владыка всего, Он Господь, как мы вчера говорили, Деспотис, Тот, Которому дана всякая власть, а мы подчиняемся этой власти. И наша цель, как зрелых христиан, угодить Ему. И когда мы угождаем Ему, Он благословляет нас. У меня был сосед такой, Саша, приходил ко мне только тогда, когда ему надо было 20 гривен. Смотрю, Саша на горизонте, это значит, ему надо 20 гривен. Я говорю, Саша, ты хотя бы один раз зашел, когда тебе ничего не надо. И тогда бы я поверил в искренность твоих рассказов об этих всех вещах. И я потом подумал, а как вот мои отношения с Ним? По какому поводу я Его беспокою? Есть ли у меня вообще время для Него, не связанное с моими потребностями, а связанное с Его волей? И знаете, когда приходит понимание, что сделал Авраам, когда ты осознаешь, что твоя молитвенная жизнь меняется, твоя духовная жизнь меняется, ты осознаешь, в конце концов, хотя ты пришел к Нему не от хорошей жизни, но на самом деле в основе стоят его интересы, его миссия, его план. И вот этот момент очень важен. Чуть позже этот момент продемонстрируют вот эти трое юношей, которые хотел сжечь Навуходоносор. Перед этим они ему сказали, наш Бог может силен, наш Бог силен избавить нас от этого огня, от печи, но если Он даже нас и не избавит, Он не перестанет быть нашим Богом. Если Он нас не избавит, мы все равно этому 30-метровому бавану, который ты поставил, не поклонимся, и твоим Богом служить не будем. Другими словами, они говорят, что наши отношения с нашим Богом основаны не на принципе, дает ли Он что-то нам или не дает, а основаны на том, что Он является нашим Богом. И вот это рушит языческое мировоззрение, которое выходит из идеи «Ты мне, я тебе». «Зачем мне служить Богам, который мне ничего не дает?» Так мыслили язычники, греки и даже, простите Господи, иудеи, которые видели вот этот принцип прагматизма, и дальше мы это дальше увидим. Но Авраам первым показывает для нас отношения, основанные не на наших потребностях, а основанные на его атрибутах, на его воле, на его намерении. И поверьте, это намного лучше, чем общаться с ним только по поводу наших потребностей. И дальше, когда Бог избрал Авраама, Он избирает Израиля. Когда мы смотрим внимательно на миссиональные тексты Ветхого Завета, мы видим, что Бог избрал Израиля для трех целей. Первая цель – они должны быть стать народом святым. Народ отделенный, народ святой. Для того, чтобы Бог кого-то мог использовать, Он должен был их отделить. Но важный момент, что отделение, миссия Израиля не закончилась. Вторая цель Божьего избрания – это чтобы народ Израиля стал народом-священником. Помните эту песню? Священники земли должны служить, священники земли должны быть святы. Он избрал их, то есть отделил, но Он хочет, чтобы они служили. Священство. Тот же самый принцип, который будет касаться Христа. Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другими и отдать душу своего искупления многих. И третья цель, когда избирается Израиль, Исаия пророчествует, они должны быть светом для народов. Итак, народ святой, народ священников, свет для народов – это три цели, зачем избран Израиль. Они избраны для блага других народов. Через них Бог хотел благословить других. И уже в Ветхом Завете мы видим такие тексты, что имя Божье распространяется по всей земле. В Ветхом Завете мы видим такой текст, дома и дома молитвы наречется. Не только для Израиля, и не столько для Израиля, а наречется для всех народов таким домом. То есть вот этот Божий масштаб, Божья глобальность, она присутствует в Ветхом Завете. Израиль избран для блага других народов. Но что мы видим дальше? В столкновении с другими народами Израиль вместо того, чтобы распространять ценности Бога Яхве, заимствует ценности других народов. Это то, что удручает. Вместо того, чтобы распространять ценности Бога Израилева, они начинают заимствовать ценности других народов. И в самый пик, самый пик развития этой эпохи Соломона. Вы помните, Соломон получил мудрость от Бога, Соломон построил такое царство от Ефрата до Египта. Самая большая территория в истории, самая мощная экономика, прекрасные возможности отношения с другими, но заканчивается эпоха Соломона очень плохо. Вместо того, чтобы распространять ценности Бога Израилева по всему миру, он начинает заимствовать ценности религиозные своих жен. Кто помнит, сколько у Соломона было жен? Зачем ему было сколько жен? Вы думаете? Вопрос в том, что в то время он женился обычно с соседями или с дочками соседних царей. Это была фишка, связанная с тем, чтобы на тебя не напали. Когда ты женишься на дочери соседнего царя, соседний царь на твое царство не нападет, потому что там есть его дочка. Поэтому, скорее всего, Соломон начинал жениться для того, чтобы ему мир иметь с другими. Но закончилось все плохо. Вообще, это тайна еврейской истории. Сколько у Соломона детей было? Если у него было 700 жен и 300 наложниц, то с детьми было туговато. И вот нет у Писания написано этого, но есть апокрифы еврейские, которые говорят, что на тысячу жен у него или тысячу, в общем, женщин у него было 5 детей. Один сын и 4 дочери. Это еврейские источники говорят. Я не знаю, правда ли это. Причем написано о сыне очень интересно. В украинском так это звучит. Ибуву негу один сын, тай той тупоголовый. И это очень специфичный текст, потому что как у самого мудрого человека своей эпохи, как минимум, родился один сын, тай той тупоголовый. Как его звали? Раваам. Вы помните, он пришел к власти? В каком возрасте? Это такие тонкости, я уже спрашиваю. 41 год было Равааму, когда он воцарился. Он не пришел не обстрелянным каким-то пацаном на престол. Но когда стал вопрос, и ему надо было выбрать правильный совет, в 41-летнем возрасте он избрал его неправильно. И при нем было пророчество, что это царство разделится. Но, в общем, симптом какой? Израиль не смог свою миссию исполнить, имея храм, имея государственность, имея всю систему выстроенную, но вместо того, чтобы распространять ценности Яхвы, они начинают заимствовать другие ценности. И вот здесь мы видим, как Бог начинает использовать совсем другой метод, чтобы его миссия исполнилась. И этот метод простой. Меньшинство влияет на большинство. Давайте посмотрим, как плен описывается в Ветхом Завете. Всюду, где речь идет об иудейском плене, речь идет о том, что израильтяне, иудеи, они влиятельны в плену. Иосиф попадает в египетский плен. Четыре раза написано, Господь был с Иосифом. Его плен был очень влиятельный. Маленькая девочка из пятой главы четвертой книги Царств попадает в плен. И в ее одна фраза, она меняет тональность сирийско-израильских отношений. Вы помните, в доме Неймана она была. И потом в плен попадают три или четыре отрока. Даниил, Анания, Мессаил и Азария. И они насколько влияют на Вавилонское царство, что в миссиональном смысле это было намного больше, чем в эпоху Соломона. Оказывается, когда евреев много, их толку с них нет. Как только они попадают в плен и сталкиваются с антитезисом, и их немного, меньшинство начинает влиять на большинство. По большому счету, это ключевой миссиональный принцип. Бог сказал Гедеону, слишком много для меня, вот 30 тысяч. Надо отделить, чтобы победить аммадианитян. И Гедеон остается с 300 человеками, и он побеждает. Наша сила не в количестве, наша сила в глубине наших убеждений. Давайте мы откроем вот этот текст, Даниила, 1 главу. И сейчас немножко больше порассуждаем над тем, как все-таки меньшинство влияет на большинство, почему оно становится способным повлиять, почему евреи им удалось в эпоху плена миссию Яхва исполнить сильнее, чем в эпоху, когда правил Соломон. 1 глава Даниила, вот с 1 стиха будем читать, это потрясающий текст, который мы имеем в Писании. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил в дом Бога своего и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Вот попутно я буду комментировать, дальше мы будем читать. Итак, Навуходоносор приходил на Иерусалим три раза. 605 год до нашей эры, 597 год и 586 год. События, которые здесь описаны, это 605 год. Обратите внимание на 2 стих. «И предал Господь в руку его». Это не была сила Навуходоносора, это был допуск Бога. Почему Бог допустил, чтобы Навуходоносор предал в руки Иоакима? Потому что они не служили миссии Бога, они не были уже народом святым, они не были народом священников, они не были светом для народа. С 3 стиха. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнахов своих, чтобы из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, разумеющих науки, и смышленых, и годных служить чертогах царских, и чтобы научил их книгами и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Месаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов, Даниила Валтасаром, Анания Вседрахом, Месаила Месахом и Азария Авдинага». Итак, друзья, он берет сосуды, или сосуды. Это в Украине так различаются регистрированные и нерегистрированные братства. Регистрированные говорят сосуды, досвятятся, а нерегистрированные говорят сосуды и досветятся. Ну, как бы там ни было, он берет сосуды. И что он делает? Написано, он отправляет их в дом Бога своего. Обратите внимание, первые трофеи на Ближнем Востоке никогда не принадлежали царям. Они принадлежали богам царя. Чтобы задобрить божество, сосуды отправляются в дом Бога своего, чтобы боги дали еще новых побед. Но кроме сосудов, он приказывает привезти отроков. Каких отроков? Три характеристики. Княжеского и царского рода. Второе – смышленных к науке. И третье – красивые видом. Зачем он это делает? Науходоносор действует как настоящий стратег. Он хочет лишить иудеев будущего поколения руководства. Если ему сейчас удастся забрать молодых, красивых, смышленных и еще с генеалогией такой, с царским родством и княжеским, у иудеев не будет шанса. Так и произошло. В 605 году он забирает. Через 19 лет он полностью сокрушает Сидекию, рушит Соломонов храм, и цивилизация прекращает существование. Но для того, чтобы это сделать, надо было забрать у этой цивилизации будущее поколение руководства. То же самое дьявол делает. Он ходит по церквям, он ищет молодых, смышленных, красивых видов, желательно детей верующих, родителей, как мы вчера говорили, детей старших пасторов. Он хочет лишить церковь будущего поколения руководства. У нас есть, конечно, большая, огромная вера и надежда, что слова Христа «Я создам церковь и врата ада» они совершаются, и ничего в дьявола не получится. Но определенные локальные успехи он все-таки имеет, как имел Навуходоносор. Обратите внимание, приводят вот этих отроков. Обычно судьба пленного – это незавидная судьба. Его бросают работать, мягко говоря, его заставляют тяжело пахать. Что делает Навуходоносор? Он не просто этих людей приводит, по-американски он дает им сколоршип. Этот сколоршип включает несколько составляющих. Обратите внимание, что именно. Во-первых, он научает их книгам и языку халдейскому. Сколоршип предполагал вавилонскую педагогику. Он хотел вложить свое образование, ему надо было самому вот эти смышленые люди. Он хотел изменить их немировоззрение, чтобы они были у него чиновниками, чтобы они были способны служить в чертогах и в домах царских. Второе, что включал сколоршип – он включал царскую пищу. Вы представляете, тут пленник. Пленник обычно недоедает, голоден, а тут попадает и вкушает, может вкушать царскую пищу. И третье, что включил сколоршип – это была вершина. Он их переименовал. У нас какая-то оказия случилась с этим текстом в евангельском движении. Мы Даниила никогда Валтасаром не называем, но Сидраха, Месаха и Авдинага никогда не знаем на еврейском. Ну, несмотря в Библии, вы можете мне сказать, как звали Сидраха, Месаха и Авдинага, особенно те, которые с верующих семей. Ну, вот Месаха – это Месаил, окей. А Сидраха – как настоящее, правильное имя. Анания, да? Авдинага. Видите, какая проблема? На самом деле, друзья, переименование – это очень серьезная вещь. Мы к этому относимся, но любая империя всегда начинала с переименования. Переименование должно было засвидетельствовать новый уровень мышления. Оно свидетельствовало об изменении мировоззрения. Переименование означало в этом случае вавилонизацию. Вот посмотрите. Первое – Даниэль или Даниил. Что в переводе это имя означает? Даниил. Ил – это Бог. Дан – это суд. В переводе означает «Бог, мой судья». Назвали вы своего сына Даниил «Бог, ваш судья». Они его переименовали на Валтасар. Вот оно состоит из трех тоже частей. Вал – это Белл, халдейское божество, которое называлось Ваал в еврейском. Сар – это царь. И вот эта частица – это храни. «Белл, храни царя» или «Ваал, храни царя». Богоцентричное имя, которое было Даниил, Бог мой судья, превращается на халдейское имя. Не случайно в книге Даниила сам Даниил только восемь раз назван Валтасар и семьдесят раз назван Даниил. «Особо страшные вещи произошли с именем Мисаил». Это наше славянское Михаил. Мне кажется, это лучшее имя, которое существует. Я, конечно, могу ошибаться. Мисаил. Ил – это Бог. А вот эта часть – это равный, равный Богу. Представляете, какая претензия какая в этого имени. А назвали его они Мисах. В переводе с халдейского это значит «баран». Халдейское имя или богоцентричное имя превращается в халдейское имя. То же самое, я сейчас не буду объяснять, произошло с именем Анани и Азария. Это яхвоцентричные имена, а их превращают, вавилонизируя их в другие имена. Любая империя, включая Советскую империю, они занимались переименованием. Пришла советская власть и начали изменять не только название улиц, название учреждений, название городов. Представьте, там Каменское назвали Днепродзержинск. Или Набережные Челны назвали Брежнев. Или Донецк назвали Сталина. Или Юзовку назвали Сталином. Они же переименовали целое поколение детей. Это связывалось обычно с какими-то важными событиями. В Харькове, например, в 21-м году открыли тракторный завод. И целое поколение мальчиков и девочек назвали трактор и тракторина. Еще до сих пор живой брат трактор Петрович на Скобелевской 2, в церкви «Источник жизни» в Харькове, который относит это имя. И другие имена. Может, вы слышали, что что? Олимпиада, Мэлс, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Да здравперма, да здравствует 1 мая. Пьят в черт, пятилетку за 4 года. И массу других имен. Она свидетельствовала о новых ценностях, вот это переименование. Мало того, друзья, в 32-м году была попытка переименовать календарь. Все месяца должны были поменяться. Январь должен был стать Дзержинец, февраль Микоян, апрель Ленинец, потому что Ленин родился 22 апреля, вот Ленинец этот месяц. Дальше они хотели переименовать название дней недели. Понедельник должен был стать Серб, вторник Молот, среда должна была стать Агропромышленный комплекс и так дальше. Все дни хотели переименовать месяцы. С 17-го года должна была настать новая социалистическая эра. Это свидетельствовало о том, что вот происходят такие дела. Может, слышали историю в Одесской области, когда коммунисты пришли к власти, а там христиане основали хутор Надежда. И приехали эти представители большевиков и говорят, что это за Надежда. Посмотрите, вокруг мы все переименовали. Хутор Большевик, деревня Красный Партизан, там Ленинец село. Что это за Надежда? А там был брат Павлов, 50-ник ранний, 26-й год, он основал этот хутор. И он говорит, а вы что против Владимира Ильича Ленина? Они говорят, что вы имеете в виду? Как жену Ленина зовут? Надежда Константиновна Крупская. Вот у нас хутор Надежда. И вы знаете, все хутора там в Одесщине переименували, а этот до сих пор в Авидеопольский район, село Надежда, потому что брат Павлов отстоял это вот такой чудный способ. И вот возвращаясь сюда, переименование, оно свидетельствует об изменении мировоззрения. Они должны были забыть свою родину, эти подростки. Они должны были забыть своих родителей. Они должны были забыть свою веру и свой храм. Они должны были понять, что никто им такого роскошного отношения никогда не даст. Царская пища, воспитатели. Это все входило в общую программу вавилонизации. Навуходоносор хотел себе их использовать как чиновников, как элиту, как людей, которые будут носителями нового мировоззрения. Но не это главное. Давайте мы посмотрим на 8 стих. Ключевой здесь в этом повествовании 8 стих. Почему я так уверенно говорю? Потому что эта глава, если вот кто из вас богословие чуть-чуть изучал, называется хиазм. То есть здесь в еврейском тексте текст даже представлен вот таким образом. Идет как бы введение первые два стиха. Это там А, это первый и второй стих. Потом идет завязка ситуации. Это Б, третий и седьмой стих. И вот пик это восьмой стих ключевой. И дальше идет развитие ситуации, развязка. Это Б, один там. Это с девятого по семнадцатый стих. И в конце все заканчивается какой-то вывод. Это у нас А, один, восемнадцатый, двадцать первый стих. Это герминевтика, целая наука. И вот что интересно, что сам текст у Даниила, он именно так и написан. И вот ключевой восьмой стих. Посмотрите на него. Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и вино, какое пьет царь. И потому просил начальника Евнухов, чтобы не оскверняться ему. Ключевое слово здесь, это еврейское слово шим, что в переводе означает положил. Оно означает, что Даниил определился. Даниил утвердился. И это интересно, потому что в седьмом стихе, где у нас в синодальном написано переименовал, там тоже используется еврейское слово шим. То есть начальник Евнухов положил переименовать их, а Даниил утвердил, что он не будет питаться со стола царского. Вы спросите, почему Даниил отказался кушать эту пищу? Согласно истории, халдеи ели три вида мяса. Они ели свинину, конину и верблюжатину. Но если читать Левит 11 и Второзаконие 14, конину, верблюжатину и свинину кушать было евреям непозволительно. Второе. Евреи или халдеи варили мясо в крови. Мясо кушалось обычно вареным и готовилось оно в крови. Понятно, что евреи использовать для вкушения такой продукт не могли. И третье. Прежде чем это мясо ставилось на стол, халдеи его подносили к домашним башкам. Башки считались сотрапезниками. И таким образом эта пища становилась идоложертвенной, и евреи не могли ее вкушать. И когда Даниил эти вещи видел, он положил в свое сердце, что он не будет этим оскверняться, так же, как и вином. И девятый стих говорит, что когда он это положил, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухова. Когда появляется Бог в этом повествовании. Сначала Господь предал в руки Иоакима Навуходоносору, и теперь, когда они делают шаг навстречу Богу, они что-то в свое сердце ложат, Бог делает шаг навстречу них. И я дальше не буду читать, вы помните, Даниил просит о том, чтобы сделать эксперимент. Он просит их 10 дней питать тем, что на еврейском языке называется зеруа. То есть это у нас так плохо перевели, вот в русском вообще ужасно. Зеруа. У нас тут написали овощи. В украинском лучше намного. Ярына. Что такое зеруа еврейское? Это все, что выращено из посеянного семени. Это не обязательно овощи, это хлеб, это фрукты, это все, что с семени выращено. То есть мясо они не кушали 10 дней. И через 10 дней они там явились на такой кастинг. И когда показались они, а там же были другие отроки, которые в сердце свое ничего не положили, они чавкали там это мясо, пили это вино. И тут они приходят на этот кастинг, и написано, что лица у этих, которые были на зеруа, на ярыни, они красивее и телом они полнее. В еврейском написано, телом они жирнее. Интересно, когда моя жена идет на диету, после диеты она всегда лицом красивее, а телом полнее. Но здесь было сверхъестественное вмешательство. Почему? Потому что 10 дней они пребывают в этом состоянии, а потом 3 года они не питаются мясом, которое по-халдейски готовится, и само халдейское мясо. И через 3 года заканчивается сколоршип. И пожалуйста, посмотрите на 19 стих. Сколоршип закончился, царь говорил с ними, и не нашлось подобных, обратите внимание, какие имена используются в 19 стихе, не нашлось подобных не Валтасару, Сидраху, Месаху и Авдинага, а не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии. То есть автор хочет показать, что несмотря на все это сколоршип, на попытки переименовать их, на попытки привить им новое мировоззрение, на попытку разорвать их контакты с их прежней жизнью, то, что они в сердце своем положили, это определило их. О чем это говорит, друзья? Несколько буквально уроков отсюда в контексте миссии. Первое. Наказание – это попытка исправить иудеев. Наказание Божие – это средство для возвращения к миссии. Вы знаете, что после Вавилонского плена иудеи больше никогда чужим богам не поклонялись. Уже две с половиной тысячи лет прошло, но чтобы это дошло, надо было, чтобы три поколения там побыло. Они когда увидели, когда увидели, как эти халдеи поклоняются своим божкам, им тошно стало от этого идолослужения. Но чтобы это понять, надо было там побывать. Наказание – это средство возвращения к миссии. Наказание – это попытка исправить мировоззрение. Мой отец, у нас четыре пацана в семье было, сестер не было, мать всегда молилась, чтобы были дочки. Мы молились, чтобы не было, и у нас четыре сына. И вот отец нас наказывал иногда, и у него была такая формула. Он говорил, что вот здесь сзади на мягком месте включаются кнопки, которые связаны с головой. И если на эти клавиши нажимать, в правильном возрасте и правильно, вот в голове происходят мировоззренческие преобразования. Нажимают вот здесь, а изменения происходят вот здесь. И вот о чем мы говорим здесь. Наказание – это средство исправления. Наказание – это способ возвращения к миссии. Это первое. Второе, о чем нам говорит этот текст. Верность Богу важнее карьеры. Вот ребята попали в плен. По-человечески им повезло. У них прекрасные возможности. Вместо того, чтобы тяжело пахать в каменоломне, им дают сколоршип. У них прекрасные перспективы, чтобы ступать по этой карьерной лестнице. Другие подростки ничего в сердце свое не положили. Мы больше не видим их на страницах пророка Даниила или вообще Ветхого Завета. А эти положили что-то в свое сердце. Они избрали не карьеру, а верность Богу. И их карьера не пострадала. Важнее карьера. Когда мы ориентируемся и вкладываем в верность Богу, Бог в долгу никогда не остается. Я думаю, что вы можете это подтвердить. И третий момент. Если мы внимательно будем читать эту главу, мы найдем, что тут трижды используется цифра 10. Посмотрите, пожалуйста, в 12 стихе Даниил просит, чтобы 10 дней испытывать их, чтобы они сидели на этом зеруа, на этой диете. В 14 стихе написано, что после 10 дней, будучи испытаны, они проявились верность. И посмотрите на 20 стих. В 20 стихе написано, что когда пришли эти отроки на встречу с царем, Даниил, Ананя, Мессаил и Азария оказались во сколько раз мудрее остальных? В 10 раз. Мне очень интересно, как это узнать, что вот этот мудрее за этого в 10 раз. У нас в церквях до сих пор нет специального помазонометра, чтобы измерить, кто за кого мудрее. Но здесь есть очень важная истина, друзья. Послушайте, пожалуйста. Полнота Божьего благословения приходит на полноту верности, проявленную в полноте испытаний. Полнота Божьего благословения. Я записываю. Полнота Божьего благословения. То есть в 10 раз мудрее. Полнота Божьего благословения. Приходит на полноту верности. 10 дней испытывались и были верны, а потом еще 3 года. Проявленную в полноте испытаний. Полнота Божьего благословения. Приходит на полноту верности, проявленную в полноте испытаний. Проявленную в полноте испытаний. Знаете, нам дано видеть только благословение. Мы думаем, Господь, что ты его благословляешь, а меня не благословляешь. Мы видим только то, как Господь облагодатствует. Но мы не видим верности. Мы не видим, какие сложные трудности, испытания, скорби прошел этот человек. В 10 раз мудрее они стали не случайно. Они стали, потому что они проявили верность. Они устояли в испытаниях. И отсюда, друзья, мы делаем вывод. Наша миссия начинается с того, что мы ложим в свое сердце. Что мы утверждаем в свое сердце. Только убежденный может совершать миссию Яхва. Для Бога важнее несколько убежденных людей, чем толпа людей, о которых поется в этой песне. Толпа есть толпа, здесь серьезного нечего ждать. Сегодня осана, а завтра ты услышишь распять. Толпа – это очень аморфное понятие. Людей много, толку мало. Большинство, оно имеет такое свойство – терять свой стержень. Большинство, оно не способно повлиять. А меньшинство влияет. Убежденное меньшинство влияет на большинство. Давайте вспомним, чем закончится эта история. В 4 главе Навуходоносор пишет указ. «Всякий, кто похулит Бога, вот этих 4 людей, он будет изрублен на куски». Другими словами, четверо повлияли больше на халдейское царство, повлияли на миссию больше, нежели в Израиле эпоху цивилизационного рассвета, в Соломоновскую эпоху. Поэтому не так важно, сколько нас в количестве. Намного больше и важнее глубина наших убеждений. И когда нам это откроется, мы понимаем, что эти люди сделали. Дальше еще будет история с этим Баваном, с Истуканом с этим. Навуходоносор, конечно, парень такой был. Ему уже явно Бог показывает. Нет, надо этого Истукана поставить. Некоторые говорят, а где же Даниил Бог? Тероя было, скорее всего, что Даниила отправили по государственным делам. В командировке он в это время был. И очень интересно, когда этот Баван поставили. И поклонение Бавану свидетельствовало о лояльности царю. Если ты не поклонился Истукану, значит, ты к царю не расположен. И меня вот впечатляют вот эти трое. Они не поклонились. Царь вызывает и спрашивает, с умыслом ли вы не поклонились? И они, видите, не стали говорить, как некоторые украинцы. Там, наверное, радикулит схватыв. И я не смог поклониться. Или еще какие-то там истории, всякие выдумки. Почему я не коснулся там головой до этого, до земли? И они говорят, обычно формула обращения к царю какая? Царь, во веки живи. Они ему такого не говорят. Они говорят, нет нужды, царь, нам отвечать тебе на это. По-нашему это не твое дело, царь. И потом они говорят вот эту знаменитую фразу. Если наш Господь, если наш Господь силен избавить нас от этого, но если этого и не произойдет. И вот в Даниила что меня впечатляло? Эти ребята, которые их бросают в огонь, гибнут. А те, которые в огне, живы. Позже история уже с Дарием. Вы помните, Даниила бросают в львиный ров. И он всю ночь просиделся львами, и с ним ничего не произошло. А потом, когда Дарий приказал их на клепники выкинуть туда, в ту яму, вы помните, что с ними произошло? Они еще не долетели. Вот это удивительно. Эти возле печи гибнут. Эти не долетели гибнут. А праведники, которые исполняют миссию Бога, в огне не горит. С львами беседуют. И в этом и есть особенность этих людей. Находятся в таких обстоятельствах по-человечески, но не решенных. Их решать невозможно. Но они миссию Бога исполняют. И главное, наш Бог силен, но если этого не случится, Он все равно не перестанет быть нашим Богом. И ты, науходоносор, должен знать об этом. Мои отношения с Богом не основаны на том, что Он мне дает или не дает. Они основаны на том, кто Он есть. И когда Бог видит такую отдачу, такой подход, понятно, что Он реагирует для своих детей по-другому. Итак, друзья, в Ветхом Завете принцип миссии – меньшинство влияет на большинство. Миссия начинается с убеждений. Бог использует малое, чтобы повлиять на большое. Но все начинается изнутри. Готовы ли мы сегодня верными быть Богу даже в ущерб нашей карьере? Ложим ли мы в свое сердце что-то? Идем ли мы так далеко, как они шли? Готовы ли мы Ему служить от того, дает ли Он нам что-то или не дает? Готовы ли мы Ему служить, потому что Он Бог? Если мы будем настолько радикальны в нашем подходе к христианству, Господь обязательно нас облагодатствует. Прежде чем мы пойдем дальше, я предлагаю, давайте мы, наверное, поднимемся. Спасибо. Спасибо.